Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хотела бы продолжить тему теоретического постижения духовного знания. Практического нет, но знаете, когда появляется в голове уже какая-то теория, уже какая-то философия, уже есть вектор развития. Вот, я так думаю. Итак, мы разобрали с вами треугольник Самбанхи, где говорилось, что есть душа, Бог и материальная природа. Как они между собой связаны? Давайте повторим, что из Бога исходит и духовная, и материальная природа. Душа является материальной, душа относится к духовной природе, но она сейчас находится в материальном мире. Это сравнивают, как, допустим, видеоигра. Человек полностью погрузился в видеоигру, и он полностью отождествляет себя с тем персонажем, который у него в игре. И во время того, как он играет, он забывает про своё реальное тело, свою реальную жизнь, то есть он полностью воплотился в эту виртуальную реальность. Вот с этим сравнивают. И, собственно, смерть сравнивают. Это просто гейм-овер данной игры, данной сессии, данного персонажа. То есть, как бы, в принципе, душа, она бессмертна, то есть с душой. Душа вообще никакого отношения, по сути, не имеет. Она просто увлеклась. Она просто увлеклась материальной природой, так же, как и игрок, увлекается игрой. Вот. Давайте разберём поподробнее, что же такое душа. Там тоже даётся целое объяснение, целый блок. Если это всё уменьшить, то говорится, что душа имеет три качества, которые вечно ей свойственны. То есть она вечная. Это первое качество. Второе. Она полна знания. То есть она обладает знанием сама по себе. И третье. Она источник блаженства. То есть она полна блаженства. Это её изначальная природа. Это изначальная природа Бога. И так как душа имеет ту же самую природу, она имеет эти качества. И в материальном мире это проявляется в том виде, что душа не хочет умирать. То есть человек не хочет умирать, никто не хочет умирать, потому что изначально мы вечные. Нам это не свойственно. А душа хочет всё знать, потому что изначально она обладает всем знанием. И естественно, есть свойственно знание. Поэтому тут мы стремимся к знанию. И третье. Это душа обладает блаженством. Но в материальном мире тоже тут блаженства немного. Поэтому мы стремимся к наслаждениям. Это три изначальные импульса, которые движут абсолютно всеми живыми существами. Все, кто растут, двигаются, передвигаются, имеют душу. Кто бы что ни говорил, что там люди без души и так далее. Какой-нибудь ваш враг, который вообще бездушное существо. На самом деле душа есть абсолютно у всего, что растёт. Если это уже не растёт, значит душа покинула это тело. Если оно растёт, двигается и говорит, душа там есть, как бы нам не нравился этот данный человек. Это отсылка к тому, что там люди без души. Не знаю, христиане считают мусульман, вот у них нет души. Или там афроамериканцев читали без души. То есть нет, в Индии другая философия. Там даже у животных, даже у растений есть душа. То есть там эта сложная тема. Сюда же относятся, что у морковки. Морковку нельзя есть, у неё душа. То есть вот это вот сейчас все я не трогаю. Это всё достаточно такие тонкие моменты. Но мы рассматриваем понятный нам вопрос, что вот человек, у него есть душа. И что такое вообще душа? Потому что слово-то замыленное, термин как бы известный всем, мне кажется, уже. А что он обозначает, непонятно. То есть где эта душа? Что она из себя представляет? И вот в Индии даётся целая теоретическая база, что такое душа. Итак, она вечная, она полна знания и она полна блаженства. В материальном мире она пытается реализовать эти же качества, но уже опираясь на, так сказать, возможности материального мира. То есть тут нету ничего вечного. Тут нету никакого знания. Тут всё знание временное. Тут сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. И с блаженством тут вообще беда. Тут, знаете, один раз понаслаждался, потом неделю страдаешь, в плане, там, я съел что-нибудь на ночь, да, на утро тебе это аукнется. Вот, то есть тут наслаждение. А если ещё и вы человек из религии, то там вообще все наслаждения под запретом. Это вообще непонятно, в чём смысл, так сказать. Вот, то есть очень такой непонятный вопрос. То есть реализовать душа свои вот эти вот изначальные качества в материальном мире не может. Потому что материальный мир, как говорится, для этого не приспособлен. Возникает какой-то такой парадокс. Что же мы тут делаем? Зачем мы сюда пришли? Как так вышло? Что изначальные качества, которые у нас есть, мы здесь даже толком реализовать не можем. Вот такая вот интересная история, да. Почему мы пошли в материальный мир? В принципе, многие религии в этом сходятся, что с Богом отношения либо испортились, либо мы Ему позавидовали, либо мы просто захотели чего-то нового, либо мы захотели сами стать Богом, управлять материальной природой, сами захотели быть как бы владыкой. И вот тут мы пытаемся, собственно, бороться за этот статус. Кто выше, кто больше, кто сильнее, кто главнее. И вот имеем, что имеем. Так сказать, пришли то, к чему сами хотели. Так как все между собой конкурируют, мир превратился в то, что мы имеем. Не самый плохой, не самый хороший. Это просто факт. То есть я не даю какие-то оценки, то, что там нравится, не нравится. Но факт остается фактом, что здесь нету ни вечности, ни знания, ни блаженства. Можно с этим спорить, но я, допустим, приму, что окей, это так. В свои 30 с хвостиком лет я поняла, что блаженство тут сложно достигнуть. То есть тело, оно болеет, оно стареет. И это мне 30, я так говорю, а в 50 я запою ещё громче. Когда меня действительно окутают болезни этого тела, когда тело начнёт уже окончательный свой путь разрушения, так сказать, это всё неизбежно. То есть это реально неизбежно. Даже там медицина современная, оно ничего с этим не поделает. Поэтому, допустим, я приму, что это так. Перестану спорить сама с собой. Приму, что это так. И что с этим делать дальше? И вот говорится, что душа, которая попала в этот материальный мир, она может вернуться обратно в духовный мир. А в духовном мире как раз вот эти качества, они все проявляются 100%. То есть он вечный, он полон знания и он полон блаженства. Это природа изначальной души, это природа изначального духовного мира и это природа Бога. Вот. И если душа вернётся к себе домой, в духовный мир, то она сможет на все 100% реализовать эти качества, которые ей, собственно, и присущи. Для этого надо, как я уже сравнивала с игровой моделью, когда человек играет в игру, надо выйти из этой игры, надо потерять к ней интерес и заинтересоваться чем-то другим. Это можно сравнить с тем, допустим, человек играет в игру и он проголодался. Он проголодался, или он захотел в туалет, или его кто-то позвал в реальной жизни. Человек снимает наушники, он ставит на паузу, а в идеале выключает компьютер и идёт в реальную жизнь. То есть он идёт реально кушает, он идёт реально с кем-то общается и так далее. То есть вот это сравнивается с переходом из материального мира в мир духовный. То есть в Индии там много чего есть, ну вот, по крайней мере, то, что читаю я, что духовный мир — это не какое-то безличное, несуществующее всё, а это вполне себе такая же конкретная жизнь, а только рядом с Богом. То есть это точно такая же система. Тоже там есть миллиарды живых существ, все между собой имеют какие-то отношения, все между собой общаются и развлекаются, играют, также чуть ли не готовят кушать. То есть абсолютно всё то же самое, только рядом с Богом. То есть выстраивают отношения уже не материальные, кто круче, кто выше, кто больше, кто богаче, а божественные отношения. То есть отношения, строящиеся на любви, доверии, сострадании, нет, не сострадании даже, а знаете, о самопожертвовании. И вот я хочу сделать другому больше, и я хочу позаботиться о другом. Не о себе, я мне моё, а я хочу именно отдать, чтобы другим было хорошо. То есть это такая идея служения, и мне приятно от того, что другим приятно. Вот, то есть мне приятно делать хорошо другим. И вот духовный мир, он состоит на этом, что Бог служит живым существам, а живые существа служат Богу. Причём из любви, а не из концепции рабства. То есть концепция рабства, это как раз материальная концепция, потому что хочется, я мне моё, я мне моё, а как бы служение, быть слугой, не входит в эту концепцию. То есть слуга – это низший эшелон как бы в человеческом обществе. Даже слуга народа, мы видим, что они не служат, они именно как доминируют, то есть они пытаются властвовать, а служить никто не хочет. Только за большие деньги, и то это не хочется афишировать. Мы тут хотим быть все господином. В духовном мире все хотят быть слугой. Слугой, слуги, слуги, слуги. В это сложно поверить, но они испытывают гораздо больше наслаждения, чем мы тут боремся за статус господина. В духовном мире господин один – это Бог, а все остальные хотят именно ему служить. И очень счастливы от этого. И вы знаете, я верю, я верю в это. И здесь есть такая идея, что слугой быть действительно очень приятно. Нам нравится на самом деле заботиться, о ком-то ухаживать. И здесь большой-большой-большой вопрос – чей я слуга? То есть кому я служу? И как человек, который 12 лет в браке, я понимаю, что я как женщина, допустим, служить мужу приятно. Если он ваш любимый муж, вы любите этого человека. Вам нравится делать ему приятно. Вы хотите сделать ему как бы хорошо в жизни, подарить ему что-то, подарок, порадовать его. Вот здесь эта концепция, она очень хорошо понятна. То есть если мы любим нашего господина, то нам очень-очень приятно ему служить. Если мы не любим господина, это взять какую-нибудь работу, где мы вынуждены работать, где мы не сами выбирали, а вот так обстоятельства нас завели, что мы вынуждены терпеть, допустим, какое-то начальство. Вот он наш господин, и мы вынуждены его терпеть, он имеет над нами власть, и мы должны просто молчать, кивать головой. Но это можно взять пример плохой семьи, например. То есть этих примеров тоже очень много в жизни. Или ребёнок родился у родителей, которые его не любят. И он тоже, он зависим полностью от них, он вынужден подчиняться, но любви нет. И вот в этих неблагоприятных условиях слово «служить» и «заботиться» оно окрашивается в негативный характер, в, знаете, такое самоистязание, в унижение, в такое вынужденную, вот в вынужденную, такую катастрофичную позицию, из которой, конечно же, хочется убежать. Вот. В общем, на этом я, наверное, закончила своё повествование. Две большие разницы я, в принципе, объяснила. То есть, да, господин, допустим, он есть. И в зависимости от наших отношений с ним мы будем делать по-разному наши действия. То есть и там, и там служат. То есть работник на работе, он тоже служит, он выполняет свои обязанности. Но если он не любит эту работу, то он будет это делать как принуждение, с подпалки. Он не будет любить то, чем он занимается. Если мы любим нашего господина, допустим, взять там, допустим, мама служит любимому ребёнку. То есть вот он у неё родился, и она испытывает неземное блаженство, чтобы просто о нём заботиться. Ей ничего не надо. Она делает это полностью бескорыстно. Она просто купается в этой любви, хотя она ему служит. Она делает какие-то действия, возможно, даже неприятные, подгузники менять, подмывать ребёнка. Вот ребёнок маленький, ему 2 месяца. Абсолютно мама должна полностью, 100% кормить, ухаживать, носить на руках, лечить, если он болеет. То есть абсолютно всё она делает. На самом деле это сложный труд. Но она купается в любви. В любви, потому что она любит этого ребёнка. Или взять жену и мужа, вот они только что поженились. Они ещё молодожёны. Тоже невеста любит своего мужа, она заботится о нём с любовью. Муж любит свою невесту, он тоже о ней заботится с большой любовью. Хотя они также трудятся. Вот эта большая разница, она также накладывается и на Бога. Раньше я не понимала идею, зачем развивать любовь к Богу. Традиционные религии, они идут по этому пути. Что мы должны развить сначала уважение, принятие, принятие своей судьбы, потому что тоже всё нам дал Бог. Понимание, почему я здесь, как мне вернуться обратно, куда я возвращаюсь обратно, зачем я туда вообще возвращаюсь и так далее. То есть вот эта вот идея, кто такой Бог, как я могу его полюбить, если я даже не знаю, кто это вообще. То есть вот эта вот сложная тема, но важная. По крайней мере, я сейчас так думаю, что действительно очень важно, потому что как бы не за горами последний день, game over. Нет, я не из страха, да, пытаюсь всем этим заниматься и вам рассказывать, кстати говоря, не из страха, товарищи. Не потому что очень страшно, а потому что любовь – это действительно самое прекрасное, что есть в этом мире. Если есть шанс, а говорят, что он есть, развить любовь с самым невероятным существом во Вселенной, то почему бы не воспользоваться этим шансом? Тем более, как говорится, что от Бога к душе всегда исходит любовь. То есть он нас уже любит, он уже испытывает к нам любовь и мечтает, чтобы мы к нему все вернулись. Единственное, что требуется от нас, это повернуться в его сторону, как я говорила в прошлом видео. Мы смотрим сейчас в сторону материальной природы, нам надо повернуться в сторону Бога и также посмотреть на Него влюбленными глазами, что просто, да, я согласен, все, что ты делаешь, это правильно. Я не знаю, как там дальше это будет все описываться, буду с вами делиться, кстати. Вот. Ну вот все, что я хотела вам сегодня рассказать. Пока в моей голове только эти размышления. Кстати, да, отрекаться ни от чего прямо в один момент не надо. Но, конечно же, как бы смысл в жизни, знаете, как вот по-настоящему смысл в жизни не просто вот выжить, не просто найти работу, не просто там обеспечить себе это будущее, да, а вот действительно смысл в жизни я вижу вот сейчас только в восстановлении отношений с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok